друзья мои всем привет как я обещал мы продолжаем говорить про какие-то негативные стороны канады точнее сказать негативные стороны иммиграции в канаду ужасы канады но я бы сказал что я должен говорить какие-то достаточно очевидные вещи которые вы знаете без меня и сами канада капиталистическая страна высокоразвитая поэтому она входит в пятерку в десятку лучших стран мира как вы знаете это происходит практически каждый год но как любая высокоразвитая капиталистическая страна она довольно дорогая для проживания многие люди говорят что она очень дорогая я бы сказал бы что наверное наверное все таки это не совсем так например сейчас я вижу что в канаду очень многие люди богатые состоятельные из россии из украины присылают своих детей учиться и делают они это по той простой причине что образование в англии и в соединенных штатах обходится гораздо гораздо дороже тем не менее если говорить по соотношению дорогих стран лет 20 тому назад я был в швейцарии и вот эта страна показалось мне нереально дорогой просто просто нереально канада в этом смысле значительно дешевле тем не менее все равно она остается в общем-то быть достаточно дорогой страной у меня например приезжали мои родственники когда мы сказали сколько стоит заплатить за работу допустим там плиточника полы положить они были в ужасе потому что они верили что такую работу у нас в россии люди сделают там в 5-6 раз дешевле что мне совершенно понятно и я думаю что так это и есть по той простой причине что если допустим вы скажем работаете в россии там за 400 живете за 400 500 долларов в месяц то наверное вы готовы работать за 100 200 долларов взять работу потому что пару таких работ в месяц и вы в принципе более-менее что-то уже в состоянии себя прокормить здесь никто за 100 долларов и за 200 долларов и за 300 долларов не никакие строительные работы вам совершенно точно никогда делать не будет то что человек на эти деньги не проживет мы вот буквально днях делали малярку в своем доме у меня секретов никаких нет мы делали лишь только первый этаж это наверное где-то 1000 square feet наверное то есть 100 квадратных метров примерно по покрасить переплеты оконные дверные покрасить все стены и потолки нам обошлось почти в 2000 долларов я понимаю что если вы сейчас живете где-то в казахстане в украине или россии то для вас может это показаться что это какие-то безумные совершенно расценки но тем не менее поверьте что это был 3 или 4 маляр которого мы обзвалили который приезжал делать оценку моего дома и это оказались практически самые дешевые расценки понимаете дешевле у нас просто никто не будет работать та же самая причина когда люди говорят ой какой ужас вот фейсбуке там пишет что у меня хороший план как я считаю что у меня хороший план я риэлтор поэтому мне нужна хорошая мобильная связь мне нужен интернет мне нужно все эти text message и прочее 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 на мой взгляд у меня хороший план у меня 7 гигабайт включена в мой план у меня все unlimited то есть безграничные звонки text message вот эти текстовые сообщения или как они по-русски называются sms ты за это я плачу 70 долларов plus tax то есть еще 13 процентов сверху и на мой взгляд это хороший план хотя у моей жены например он еще дешевле у нее 35 долларов у нее 5 гигабайт даты и все остальное тоже unlimited но у нее компания wind она считается такая гораздо более технически слабенькая и качество звонков у нее хуже покрытие у нее территорию хуже не везде у нее скорость lte на интернет то есть она в общем то предлагает такой более скромный сервис но как говорится и расценки два раза дешевле я себе этого позволить не могу потому что как я сказал я риэлтор мне нужно чтобы меня связь была всегда хорошие потому что я как-то ездил со своим клиентом и это было довольно забавная картинка сергей зачем ты платишь столько денег за свой мобильный телефон надо платить гораздо дешевле у него была какая-то компания уже не помню какая которая вообще стоила там чуть ли не 25 долларов в месяц и когда мы ездили выбирать дома угодно подожди сейчас я быстренько посмотрю по интернету где находится дом и потом осмотрел на него что-то там набирал не подожди в этой зоне у меня нет интернета сейчас мы должны проехать еще 500 метров потом у меня появится интернет хочу для меня это было очень смешно и я так для себя подумал где такой дешевый плат за 25 долларов для совершенно точно не нужно потому что я риэлтор где нужно мне нужно работать я не могу там смотреть сколько мне надо полкилометра проехать прежде чем не появится интернет на меня это нереальная вещь совершенно в отношении продуктов если говорить то люди которые приезжают в канаду они утверждают что расценки у нас на сегодняшний примерно такие же как в россии ну по крайней мере где-то в если говорить о москве московской области санкт-петербурге то есть в отношении продуктов выбор у нас колоссальный совершенно то есть выбирай все что хочешь в магазинах до сих пор есть вот я уже 18 лет в канаде есть фрукты которые даже не знаю что с ними делать как их есть как их потреблять даже не знаю их название то есть вот на любой вкус я никогда не помню чтобы мы в россии могли есть допустим клубнику как называется blueberry это голубика да наверное или там допустим blackberry это на ежевика по-моему да я не ошибаюсь что мы могли есть круглый год то что мы делаем это здесь или мы можем допустим круглый год есть виноград арбузы дыни так сказать все что хотите никакой проблем нет только платить и деньги поэтому канада если говорить если говорить не о продуктах а других каких-то факторах канада дорогая страна во-первых фактор проживания дальше я уже вам говорю как риэлтор если вы хотите снять жилье в торонто то на сегодняшний день за 1000 долларов в месяц наверное в лучшем случае вы сможете снять какой-то basement это нижний этаж дома для тех кто не знает если мы говорим про one bedroom apartment то есть односпальную квартиру то вы смотрите по крайней мере на полторы тысячи долларов но я имею центральную часть торонто если мы говорим про двухспальную квартиру это аналог трехкомнатной квартиры в москве в санкт-петербурге в россии то вы смотрите где-то по крайней мере 1850 начиная самый нижний предел если мы говорим о какой-то мало-мальски приличной квартиры и дальше цена идет в 2 2 200 2 с половиной тысяч долларов запросто в зависимости от класса билдинга в зависимости от площади в зависимости от района естественно то есть это довольно дорогая вещь много раз пока я записывал другие свои выпуски мне люди гонит сергей пожалуйста расскажите им про страховки страховки это это тоже довольно чудовищная вещь в канаде я просто так сказать улыбаюсь наверное потому что пытаюсь изображать какой-то оптимизм на самом деле это действительно вещь дорогая если вы допустим мы если мы говорим про автомобильные страховки то если вы только приехали в страну если у вас нет показать страховой компании достаточно опыт вождения и то ваша страховка может быть и 300 и 350 долларов запросто если вы приехали вы молодой человек студент то ваша страховка может быть и 400 и 450 и 500 долларов и выше если не дай бог кто-то из вас когда-либо попался на вождение в нетрезвом виде какие-то серьезные нарушения дорожных правил и так далее то страховка будет очень очень высокая более того найдутся страховые компании которые не будут страховать вас вообще либо это будет какие-то безумные деньги либо не вам просто скажет извините мы вас не возьмем как клиента обслуживать вот такая вещь помимо этого вы в канаде платите обязательно причем если говорить про автомобильную страховку я как-то рассказывал других своих выпусках о том что у меня машина в лиз лизинг то есть она принадлежит mercedes канада то есть я как бы ввожу ее но но фактически она принадлежит компании mercedes-benz канада поэтому моя страховка должна быть обязательно двухсторонней как вы вероятно знаете вы можете страховать только ущерб другой стороны у вас обязана быть эта страховка если вы не имеете страховки вообще в канаде это подсудное дело штраф у вас будет две с половиной три а то и три с половиной тысячи долларов и плюс как я сказал что в дальнейшем даже когда вы захотите иметь страховку не каждая страховая компания захочет вас страховать тем не менее вы можете страховать ущерб другой стороны то есть если вы ударили кого-то ваша страховка должна будет обязательно покрыть то что произошло с той машиной если это была ваша вина если вы берете машину в лизинг как я то как мы говорили машины не до конца принадлежит мне я обязан страховать ее в две стороны потому что должен быть покрытый ремонт той стороны и этой стороны тем не менее в канаде с годами эта страховка естественно будет падать если вы ничего не нарушаете вы достаточно как-то аккуратно вы эти машину она будет у вас годами уменьшаться и у меня сейчас я уже не помню но по-моему она что-то в районе то ли 120 долларов в месяц что-то такое в этом духе то есть в общем достаточно причем это в две стороны по-моему если не ошибаюсь надо будет уточнить у жены она лучше знает по-моему что-то в этом духе далее мы говорим про страховки это еще далеко не все вам надо платить если вы имеете недвижимость у вас должна быть обязательно страховка если вы живете в доме я имею ввиду в кондомине она вас включена у вас еще должна быть страховка в доме на в случае возгорания если произойдет пожар это вы смотрите где-то примерно на 75 80 90 долларов в месяц может быть уже и больше мы по-моему по крайней мере сейчас на сегодняшний день столько платим то есть канада эта страна где вы платите 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 и платите и платите плюс вы платите довольно большие налоги в канаде очень высокие налоги и одна из причин как вы знаете у нас бесплатная государственная медицина то есть чтобы с вами не произошло будет у вас операция стоит 50 тысяч долларов 100 тысяч долларов вы не заплатите ни одного доллара это все покроет государство но эти деньги как вы понимаете они должны откуда-то браться они не падают с небес система налогообложения в канаде вы можете на свой доход платить и 30 процентов налогов и 40 и 50 в зависимости от того сколько вы зарабатываете у нас прогрессивная шкала налогообложения чем больше вы зарабатываете тем больше вы соответственно плате налога то есть налоги очень-очень большие то есть как вы видите жизнь в канаде довольно дорогая но опять же как вы понимаете на все есть определенное понимание от чего это происходит в частности например как-то я видел фейсбуке мы просто вот я помните в продолжении того что мы говорили про мобильную связь я помню где-то мы это обсуждали и люди говорю о какой ужас как вы живете в канаде совершенно непонятно у нас там 5-10 долларов в месяц можно вот так вот весь он наговориться и уговориться вы знаете наверное ничего удивительного в этом нет потому что весь вопрос кто в какой стране за какие деньги работаете понимаете и если допустим скажем представитель сотрудник мобильной связи в россии допустим скажем работает там за 300 за 400 или за 500 долларов я не знаю за сколько он работает то это столько сколько компания должна ему заплатить каждый месяц в качестве заработной платы у нас ни один сотрудник в канаде ни за какие 500 долларов работать не может потому что у нас есть я не не ошибаюсь по памяти где-то в районе 11 с половиной или 12 12 долларов в час это минимальная заработная плата ниже которой вам заплатить не могут и соответственно понятно что ни за какие 5-10 долларов услугу вам компания предложить не может если она каждому сотруднику должна платить две две с половиной три тысячи долларов допустим правильно вот поэтому этим все как бы наверное объясняется то же самое у нас можно сказать и про интернет интернет у нас тоже довольно дорогая вещь за свое телевидение у нас по-моему я не помню то ли 100 то ли 150 каналов там что-то такое в этом духе плюс у меня интернет скоростной у меня 60 мегабайт per second 60 мегабайт per second то есть 60 мегабайт в секунду и это у меня донлоуд то есть если я загружаю с интернет и если я загружаю в интернет оплоу то у меня 10 мегабайт per second в секунду за все это вместе вот за телевидение из интернет мы платим по-моему что-то в районе 130 долларов плюс такс еще соответственно налог те кто меня сейчас слушает и наверно сомневался ехать его в канаду или нет я думаю что это надо достаточно убийственная информация которая вас может как-то приземлить с вашим решением тем не менее я бы сказал что опасаться не нужно в плане того что все люди в канаде как-то живут все имеют по две машины в семье все каждый год ездит отдыхать я не знаю людей которые прям вот ну совсем не могут никуда даже там хотя бы на кубу съездить или в доминикану не слышал я такого все обязательно ездят раз год отдыхать у всех хорошие дома у всех хорошая недвижимость и если говорить про машины то и машины соответственно очень как правило неплохие вы знаете я как-то ездил в америку я был удивлен что на дорогах довольно много старых машин вот такие вот уже шарабаны такие добиты уже достаточно основательно у нас почему-то в канаде на дорогах вот таких старых машин вы не увидите то есть они достаточно быстро сменяются что еще если говорить про налоги и как я сказал что налоги мы платим довольно большие но при этом я вижу например что у нас в канаде чисто реально в канаде чисто дороги достаточно хорошие то есть я помню например что когда я ездил в россии ты конечно было там 20 лет тому назад поэтому не стоит на меня обижаться если люди считают что я как там что такое хайвы такой задачи нет но я например помню что я ехал на машине я мог там вдруг в полу каком-то мраке в темноте въехать в какую-то ямину где вот такой знаете такой грохот такой машину где у вас там такое ощущение что вы там похоронили свой собственный передний мост и уже такое уже сердце оборвалось она там где-то у вас в носках и думаю господи боже какой ужас и как же я теперь я буду ремонтировать и как она будет ездить и так далее вот я ни разу не припоминаю такой ситуации в канаде чтобы я где-то так вот сильно ударил машину куда-то провалился в какую-то яму никогда такого не видел бывает правда в центре города особенно в торонто где постоянно идут ремонтная работа они постоянно эти дороги перекапывают там есть такие колдобины и в общем довольно приличные но это как правило связано с тем что постоянно идут ремонт и дорог а вообще если вы выезжаете на трассу где-то на хайвей я бы сказал что дороги прекрасные просто разметки чистенько аккуратненько никаких выбоин ничего совершенно замечательно как я сказал что в канаде мы за все буквально везде везде платим вот я только что упомянул о том что в городе чисто муниципалитет убирает снег солит дороги все все это делается но все это делается конечно в том числе и за наши деньги когда вы покупаете недвижимость вы платить так называемый property tax то есть на мою недвижимость у нас он составляет где-то в районе пяти тысяч долларов в год вот посчитайте в общем-то это это много но тем не менее как я сказал что я вижу что действительно в городе очень многое делается постоянно строится какие-то новые торговые центры какие-то тротуарные дорожки вот у нас я как-то рассказывал о том что каждый год вот каждый год они это делают дело в том что когда кладут у нас вот эти тротуар они делаются бетонные и после зимы обычно есть температурные перепады когда стыки начинают расходиться постов поскольку у нас каждый инвалид как правило если он не ходячий или ходит с большим трудом он получает инвалидную колясочку такую электро до моторизованную то он соответственно ездит по этим тротуаром поэтому каждый год муниципалитет наш городской вызывает службы которая начинает точить этот бетон вот натуральным само что ни на есть настоящим образом точить приходит машина которая начинает точить бетон для того что вот эти стыки были сглажены для того чтобы инвалид даже если у нас он один там на на 10 тысяч чтобы он мог один там проехать вот так это все делается вы знаете я когда был в россии я понимаю что мы уже меняемся мы уже другие и вы знаете я помню что я пошел на электричку поехал в москву и была зима лютая и вот эти ступеньки платформы когда ты подумая подымаешься да они были все засыпаны снегом и плюс еще видимо люди с них скатываются они получилась такая ледяная какая-то горка я смотрел на все это дело с ужасом потому что я думал что ну вы понимаете молодой человек там взрослый человек он там переломает себе ноги но он еще физически здоров он еще в состоянии как-то там даже если он споткнулся встать там как-то удержаться и так далее но если говорить про людей пожилых то это совершенно как бы невозможно а если говорить про инвалидов про которые я вам только что упоминал где вот они ездят по эти пауты то это то это вообще как бы исключено совершенно там так это было организовано там где я шел что туда можно было инвалиды доставить только вертолетом вот по другому никак нельзя было абсолютно и я помню когда я приехал домой я разговаривал со своими родителями и я сказал ребята вот узнать я вот сейчас увидел вот такая вот ступеньки она вся засыпана снегом по ней невозможно совершенно пойти подняться чтобы не сломать там себе руку или ногу и я смотрел и говорю вообще какую как это может быть вообще это это же совершенно не вам почему никто ничего не делает и вы знаете я помню реакцию моих родителей которые на меня смотрели так вот они с таким как-то интересом они как бы прикидывали откуда этот человек взялся он и имеет он вообще какое-то так сказать какое-то родственное отношение к ним и если он когда-то родился в этой стране то он по идее наверно черту да ну в общем короче говоря не на меня смотрели как на какого-то космонавта что парень ты вообще в какой стране ты родился ты вроде все должен был бы еще это как бы помнить то есть выглядит это довольно забавно но при этом меня не переставало удивлять их реакция о том что ну да это нормально вот такие ступени вот так всегда было ну а что ну подумаешь ничего страшного упадешь отряхнешься и встанешь и пойдешь дальше меня это казалось совершенно дикой какой-то вещью ну во-первых я понимаю что как это будет происходить в канал если человек навернется и выяснится что это территория допустим какого-то когда минимум который в свое время не почистил эти дорожки или есть это город за это отвечает то этот человек который сломает себе руки-ноги не будет потом судить этот город или кондоминиум на пару-то миллионов долларов понимаете поэтому во первых есть забота понятие заботы о человека никто не будет ждать когда кто-то переломает руки ноги во вторых люди понимают чиновники понимают что им за все это придется нести ответственность и платить очень большие деньги и вот вы знаете там я смотрел и меня это удивляло думаю ну да вот так всегда было и пока в общем в этом смысле ничего не изменилось и так мы в канаде живем очень дорогой жизнью и у нас ничего за 3 копейки за 3 доллара ничего сделать нельзя тем не менее как ни странно есть вещи которые у нас дешевле одно время например люди отправляли отсюда шубы канадские как вы вероятно знаете там норковые тогда хотя здесь их мало кто носит одно время отправляли машины потому что получалось что они вроде как бы у нас дешевле то есть в чем-то мы немножко дешевле про продукты я вам сказал что они у нас примерно в том же самом ценовом диапазоне и говорят что они у нас как бы невкусные чертов знает вы знаете может я уже давно в канаде я привык я этого не ощущаю правда слушать меня особенно отчет не стоит то что я никогда не был гурманом то есть я могу съесть и это и это и это и вряд ли я буду там сильно как-то в этом копаться вот примерно такая информация может быть я наверняка что-то забыл упомянуть если вспомню расскажу вам об этом следующий раз моя серия ужастиков продолжается в следующий раз я расскажу вам что-то еще не менее ужасное про то как мы живем в канаде всего вам самого наилучшего друзья до следующего раза и пока